Задача исследования это изучить результаты оперативного лечения при скрытом половом члене, сравнить различные методы оперативного лечения при скрытом половом члене, и третье это определить прогноз заболевания. За период 2010 по 2016 годы в нашем центре было проконсультировано 52 мальчика с жалобами на малый размер полового члена. Из них у 20 мальчиков были с ложным скрытым половым членом, за счет избыточного веса им была рекомендована консультация эндокринолога, коррекция гормонального фона и питания. Остальные 32 мальчика были с истинным скрытым половым членом. Истинный скрытый половый член. Основной причиной истинного скрытого полового члена является недоразвитие и врожденное изменение связочного аппарата полового члена. Нарушение фиксации кожи ствола полового члена приводит к смещению его в стороны головки, таким образом увеличивая размеры крайней плоти и погружение ствола полового члена в мягкие ткани окружающие. Дальше. Еще есть такой утопленный половой член, характерный для мальчиков с избыточным весом, при котором жировая клетчатка лобной области смещает кожу полового члена, но во время эрекции ствол полового члена почти полностью расправляется. Следующий вид – это пойманный пенис. Характеризуется нарушением выведения головки полового члена за счет стеноза крайней плоти, возникающего после обрезания и других хирургических вмещательств в половом члене. Здесь надо учитывать то, что при этом существует дефицит наружной кожи полового члена для дальнейшей пластики. Следующий вариант – это перепончатый пенис. Перепончатый пенис – половой член. Это аномалия, при которой кожа мошонки отходит не у корня полового члена, а от середины, висячей части или даже от участка, примекающей к головке. Если поднять половый член, то возникает кожаная складка треугольной формы, которая препятствует эрекции. Дальше. Диагностика. Мы здесь диагностируем осмотр наружных половых органов с измерением истинной размера полового члена, осмотр пальпации органов мошонки. Далее – это ультразвуковое исследование брючной полости, почек, мочеводящих путей органов мошонки для исключения сопутствующей аномалии развития. Далее – это урофлометрия для исключения инфравизикальной абстракции метастиноза у пациентов, у детей с групцовым фимозом. Далее – консультация энокринологии генетика для исключения генетической патологии. Дальше. В научном центре урологии в период 10 по 16 год было прооперировано 32 мальчика с диагнозом «скрытый половой член». В зависимости от оперативной коррекции все пациенты были разделены на две группы. Первая группа – это 18 детей, вторая группа – это 14 детей. И по возрастной категории мы разделили на три возрастной категории. Первая категория – это от 4 до 6 лет, вторая категория – от 7 до 10, и третья категория – это от 11 до 14 лет. Дальше. Это первая группа – 18 пациентов. Мы производили операцию коррекции «скрытого полового члена» по аэрохина. Здесь показана схематическая коррекция по аэрохина. Здесь производится разрез у основания полового члена, буквы W. Потом ствол кавернозного тела выделяется из окружающих тканей. По ходу удаляются дисгенетические тяжи. Потом, если есть избыточная жировая клетчатка в лонной области, иссякается. Далее создаётся пено-абдеминальный угол и фиксируется. Дефект кожи, возникающий после выведения ствола полового члена, укрывается расприпрованной крайной плоти. Далее. Это пациент первой группы, это до операции ВИД и после операции. Это коррекция по аэрохину. Дальше. Это вторая группа, всего 14 пациентов. Здесь мы применяли коррекцию скрытого полового члена по стандарту Европейской ассоциации урологов от 2010 года. Здесь показаны этапы операции скрытого полового члена. Первый – это пациент до операции. Второй – это мы маркируем, где будет разрез дальнейший. Половой член берётся на держалку, потом делается разрез по вентральной поверхности. Ствол полового члена обнажается до корня. По дорсальной поверхности подкожная фасция выделяется и по центру продольно разделяется на две части и укрепляется по боковым частям кавернозных тел. И дефицит кожи, который создаётся после выведения ствола полового члена, укрывается распированием крайней плотью. Дальше. Результаты лечения. Первой и второй группы. Здесь количество 18-14 пациентов, соответственно, койко-дней. В первой группе в среднем 8,2 койко-дня, а в второй группе 6,3. Длительность удержания уритрального катетера первой группы мы держали 5,5 дней в среднем, а в второй группе 3,1. Длительность операции в среднем в первой группе продолжалась 64 минуты, а в второй группе 42 минуты. Несоставительность швов отмечалась у первой группы у одного пациента 5,5%, а в второй группе не отмечалась. Рецидив через 6 месяцев отмечалась у первой группы у одного пациента, а во второй группе не отмечалась. Рецидив через 2 месяца отмечался у первой группы у 2 пациентов. В данном таблице показано количество рецидентов у пациентов обеих групп. Как мы здесь видим, у второй группы рецидивов не отмечалось, и в первой категории возрастной, с 4 до 6 лет, рецидивов не отмечалось у первой и второй группы. Следующий. Это диаграмма рецидивов через 6 месяцев. Мы видим, что здесь через 6 месяцев первой и второй возрастной категории рецидивов не отмечалось. Следующий. Это рецидив через 12 месяцев. Здесь первой категории возрастной категории рецидивов не отмечалось. Дальше. Таким образом, предложенная Европейская ассоциация урологов метод является более оптимальным для коррекции скрытого полового члена у детей и имеет ряд преимуществ, такие как сократилось количество койко-дней в среднем на 1,9 дней, уменьшилась длительность удержания уритерального катетера в среднем на 2,4 дня, уменьшилась длительность операции в среднем на 22 минуты. Несостоятельность швов не отмечалось по сравнению с первой группой, и количество рецидивов тоже не отмечалось. Следующий. Заключение. Таким образом, оптимальным возрастом для проведения коррекции скрытого полового члена является период от 4 до 6 лет ввиду отсутствия рецидивов и несостоятельности швов. Важным моментом ранней возрастной коррекции скрытого полового члена является минимальный травматизм, отсутствие частой эрекции по сравнению возрастной категории 11-14 лет, а также быстрая физическая и психологическая реабилитация. И медициной доказано, что уже в раннем возрасте 4-5 лет уже ребенок осознает, что несоответствие своими ровесниками. И в этом несоответствии возникают реальные комплексы у пациентов. Более того, считается, именно в раннем детстве такое осознание больным, мальчикам своего дефекта, связанного половой сферы, принесет значительно большие степени страдания, нежели иные проблемы. Спасибо за внимание.